Таджиниса Шурохова 50 лет в профессии. Она прошла путь от рядового участкового терапевта до главного врача. За добросовестную работу она была достойна государственной награды. «Девять лет назад я вышла на пенсию, но пока еще работаю. Пока есть силы и здоровье позволяет, буду помогать людям. Для этого у меня достаточно опыта и знаний. А того, что я не знаю, тому обязательно буду еще учиться и читать об этом. Мое призвание – служить народу, и я должна сделать как можно больше». Раньше Таджиниса Шурохова работала эндокринологом, затем стала главврачом в областной объединенной больнице. Коллеги-ученики высоко ценят ее профессионализм и человеческие качества. «Мы все ее ученики. Она один из сильнейших эндокринологов области и очень уважаемый доктор. Мы все благодарны ей». «Я считаю, что она заслуживает эту почетную награду. Благодаря ей мы не просто профессионалы, но и большая дружная и сплоченная команда. Я надеюсь, что она еще долгие годы будет в профессии». По словам нашей героини, у нее есть много учеников, с которыми она делилась опытом более 40 лет. И у нее есть еще чему поучиться молодому поколению. «Для меня мои студенты – как глоток свежего воздуха. Я счастлива, что могу передать свои знания кому-то еще и что они смогут спасти чью-то жизнь. Для меня это стимулы дальше работать». Следует отметить, что в последнее время большое внимание уделяют сфере здравоохранения. Ожидается, что заработная плата семейных врачей увеличится на 100%. Кроме того, будут улучшены условия труда. Елена Ткаченко, Макс Адбека, Кылбеков, Нуркас Абдарахманова, Аллато, 24, Баткенская область.